В гости пришла серьезная девушка. Лариса Викторовна Непомнящая. Это нотариус. Ведь традиционно в среду к нам приходят эти специалисты, которые помогают нам решить какие-то вопросы юридического характера. Да. И знаете что? Вот сейчас все подводят итоги года. И весь год мы консортировались. Консортировались. Говори правильно, консортировались с вами. По разным вопросам юридическим. А теперь мы решили о вас конкретно поговорить. Как итог года. О вашей ответственности. Да. Вот такой вопрос. Как часто случаются такие ошибки, когда нотариуса приходится возмещать ущерб? Серьезно? Бывают ошибки? Ошибки бывают. К сожалению, мы все люди. И, наверное, без этого не обходится. Но мелкие технические ошибки мы стараемся, естественно, исправить и за свой счет. И максимально быстро. А вот бывают, к сожалению, ошибки такие, которые... Ну... Принципиальные. Вызывают, да, вызывают последствия, которые требуют компенсации. И вот такие ошибки помогают нам компенсировать страхование нашей ответственности. Обязательное страхование, без которого мы работать не можем. Что вы имеете в виду? Это какой-то материальный ущерб возмещается людям? Или что это такое? Да, это возмещается материальный ущерб, если нотариус совершил действие, не соответствующее законодательству, либо незаконно отказал в совершении нотариального действия. Мы все обязаны страховаться, без этого мы работать не можем. И сразу скажу, что страховка должна быть не менее 5 миллионов у каждого нотариуса. В нашем крае я специально спросила нотариальную палату, они статистику всю эту обобщают. У нас нет нотариусов, которые на минимальную сумму страхуются. У нас все добровольно страхуются на большие суммы, и красноярские нотариусы это 15-20 миллионов. Другой момент. Есть ли на самом деле случаи, когда люди получали из этих сумм какие-то деньги? На вашей практике где-то слышали вы в последнее время? Вот подводя итоги года, хочу сказать, что именно в нашем регионе страховых случаев за последний период не было. То есть год и предыдущий год их не было вообще. И это очень хороший показатель. Это означает, что нотариусы, пускай нас называют буквоедами, крючкотворами и так далее, пускай нас обзывают как угодно, но тем не менее нотариусы свою работу выполняли очень качественно, грамотно и ответственно. По России случаи были. В прошедшем году это была самая большая выплата чуть больше 5 миллионов. Это когда в результате невнимательности коллеги нашего собственник утратил жилье, то есть сделка была неуполномоченным лицом совершена. Были еще выплаты в пределах миллиона там по иным ситуациям. Но тем не менее и страховые компании отмечают, что в год нотариусами России 46 миллионов действий совершается нотариальных, а случаи страховые все-таки носят единичный характер. Это значит, что сообщество старается и работает очень ответственно. Лариса, из каких средств возмещается ущерб? Вот это как-то какой-то определенный банк существует, да, вот конкретно вот человека, да, вот у меня получается я застрахован на какую-то сумму, и конкретно это меня или это общее? Нет, ты имеешь в виду, он, наверное, об этом и говорит, о чем мы говорили с вами сейчас. А он прослушал. Есть три уровня у нас материальной обеспеченности и ответственности. Первый уровень – это каждый нотариус обязан индивидуально застраховать свою ответственность. Вот это я понял, да. Если этих средств недостаточно, у нас еще в обязательном порядке есть корпоративное страхование, коллективная, натариальная палата страхует каждого нотариуса еще, и создается вот такой фонд общий. Наконец, если вдруг и этих, и следующего уровня средств недостаточно, есть еще компенсационный фонд федеральной натариальной палаты, тоже законодательство нас сейчас обязало создать вот такую тройную подушку безопасности. Все, ничего себе. Если что, тебе выплатят вот так, 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 так. С первого, второго и третьего фонда. С третьего, пожалуйста, да. Ну, я хочу сказать, что, конечно, для Натальиуса наступление страхового случая – это… ЧП. Да, это ЧП. Поэтому мы стараемся в своей работе, ну, быть вот, пускай теми нехорошими людьми… И теми, вы сказали, да. Да, въедливыми. Но когда мы, допустим, покупаем квартиру, и продавец действует по доверенности, нам очень хочется, чтобы Натальюс, который удостоверил доверенность, был самым противным Натальюсом, да, на свете, чтобы он там чуть ли не каждую страницу паспорта рассмотрел под лупой этого доверителя. Поэтому, ну, вот, статистика показывает, что оно, в принципе, так и происходит. Лариса Викторовна, мы сегодня говорим про подарки. Понятно, к Новому году мы уже готовимся основательно. Ответьте на наш вопрос. Вот как вы считаете, при подготовке подарка все-таки вообще подарок должен быть сюрпризом или, ну, согласован с человеком, которому вручаешь подарок? Да, я успела подумать над этой темой, как раз пока вы общались по телефону. Вы знаете, с одной стороны, да, и вот молодое поколение в моей семье, оно так же, как и вы, говорит, ты не заморачивайтесь, деньги, а еще лучше по почте. А с другой стороны, когда ты сам готовишь подарок, ты думаешь о человеке, которому ты хочешь его подарить, ты вспоминаешь то, что у тебя связано с этим человеком. И вот этот вот, наверное, подготовки даже к подарку, вот тот момент, когда мы вот эти связи свои какие-то вспоминаем, есть вот это тепло личных отношений. Вот душа какая-то. Поэтому, ну, деньги это универсальный подарок, конечно, если вдруг ты ничего не придумал, то да. А говоря про новогодние подарки, мне кажется, вот это такой волшебный праздник, я очень сейчас, вот обратите внимание, появились, вернулась вот эта наша практика, сейчас появились в магазинах прекрасные игрушки наши в стекле, настолько детально выполнены, что они могут составить целое... Лариса Викторовна, мы приглашаем вас в следующий раз, будем честно говорить просто про подарки, хорошо? Хорошо. Потому что вы настолько это подчеркнули, что я уже замечтался, куда-то ушел, забыл, что у нас эфир. Вы пришли с неспустыми руками, я знаю, да? Да, я хочу вас тоже поздравить с новым годом, небольшие символические подарки. Во-первых, я хочу, чтобы вы устроили в конце эфира фейерверк. В конце давайте мы. Давай в конце, конечно, да. А еще вам вот по такому бычку. А кот быкажет тебе, они синенький. Да. Это самый первый бычок, который он мне дарит. Там можно открыть, стереть защитную полосу и пожелание на год прочитать, а потом повешать на елку в качестве украшения. Лариса Викторовна, непомнящая, нотариус города Красноярска, каждую среду приходит к нам, помогает нам разобраться с юридическими вопросами и просто по-человечески пообщаться с нами. Да, ну вы понимаете, что будет в конце, да? Да, будет настоящий взрыв!